В Донецке сотни волонтёров начали формировать наборы выживания для жителей неподконтрольной Украине территории. Накануне в город прибыла колонна гуманитарного рейса Рината Ахметова, которая пробивалась в Донецк более двух недель. Когда пункты выдачи возобновят свою работу, расскажут наши корреспонденты. На логистической базе Донбасс-арены волонтёры с утра формируют 40 тысяч наборов из доставленных вчера продуктов. Волонтёрка Лариса со слезами на глазах рассказывает, как этой помощи ждали её знакомые и соседи. Я лично помогаю всем. Бабушкам, которые живут в моём доме. Долго вот этой гуманитарки не было. Они просто думали, что уже всё кончено. Сегодня здесь работает более 300 человек. Это живой конвейер, работающий как часы. Волонтёры пытаются как можно быстрее разложить 600 тонн продуктов в наборы. Улыбка не сходит с лица Ольги. Девушка рада, что наконец-то приступила к работе. Когда был перерыв, гуманитарную помощь не пропускали, я очень скучала за Донбасс-ареной. Тут все такие родные, что без них прям не представляю дальше жизни. Раньше говорили, что школа – это второй дом, а сейчас я чувствую, что Донбасс-арена. Волонтёры Донбасс-арены – это студенты, домохозяйки, металлурги, шахтёры. Надо помогать, потому что здоровье ещё есть. Я знал, на что иду. Хоть мне 62-й год, но физически я работаю. Закалка шахтёра 40 лет. Денис до начала боевых действий работал в ателье «Портным». Помогает фасовать наборы с осени прошлого года. Так быстро, что другие за ним не поспевают. В первую очередь, это помощь для людей. Для меня это ничего не стоит. В первую очередь, я думаю, для тех, кто действительно нуждается. То есть районы, которые бомбят и всё остальное, которые не могут себе позволить того, что выехать даже за тем же хлебом. Все пункты выдачи в Донецке сегодня ещё закрыты, но люди приходят сюда каждый день. Им довелось ждать помощи более двух недель. Спасибо Ринату. Спасибо ему. Мы очень ему благодарны. Он молодец, что он нас всё-таки спасает. Спасибо Ахмедову. Ой, у меня даже слово. Не забыл свои граждан, не забыл свой город. К сожалению, доставленных продуктов хватит, пока не всем, говорят в гуманитарном штабе. К сожалению, количество продуктов, которые стали нам доступны, таково, что мы не сможем возобновить выдачи во всех центрах, где мы работаем. Поэтому с понедельника, 22 июня, мы возобновляем выдачи только в 10 наших штабах, в 10 центрах выдачи города Донецка. Остальные 15 пунктов на неподконтрольной Украине территории пока будут закрыты. Возобновление их работы зависит от того, как быстро в город прибудет следующая колонна гуманитарного рейса Рината Ахметова. Её выезд из Днепропетровска планируют на среду, 24 июня. Пётр Шамилёв, Юлия Меншакирова, Данила Киреев, Телеканал Донбасс.